Всем привет! Меня зовут Роман Вакуленко. Я работаю в HelloLab на позиции продукт-дизайнера уже больше двух лет. В основном моя работа связана с дизайном мобильных приложений. Сегодня я подготовил доклад на тему работы с Permission в Android и iOS приложениях. Мы поговорим, что такое разрешение, зачем они нужны, в чем отличие между платформами и рассмотрим примеры и советы работы с Permission. Давайте начинать. Прежде всего, что такое Permission? Мы можем сказать, что это механизм безопасности, созданный iOS и Android, предназначены для защиты конфиденциальности пользователя. То есть они ограничивают доступ приложения к различным функциям и данным на устройстве пользователям. Для чего в целом нужны Permission? Это защита конфиденциальности пользователя. Permission позволяет пользователю контролировать, каким данным и функциям его устройство может получить доступ приложения. Ну, например, приложение может запросить доступ к контактам, геолокации, камере или другим функциям устройства. Обеспечение безопасности самого устройства. То есть благодаря системе разрешений пользователь может видеть, каким данным или функциям хочет получить доступ приложения. И он уже решает, доставлять его или нет. И это помогает защититься от злоумышленников или некачественных приложений, там, мошеннических каких-нибудь. Контроль над ресурсами устройства. Permission помогает управлять системными ресурсами, такими как батарея, память или процессор, ограничивать доступ к ним. И это помогает более эффективно работать самому телефону. Укрепление доверия к приложению. То есть система разрешений, показывает пользователю, каким данным или функциям хочет получить доступ к приложению. Это помогает понять пользователю, хочет ли он устанавливать это приложение и предоставлять ему определенные разрешения. И, конечно, это соблюдение законодательных требований, так как в iOS и Android в онлайнах, это обязательная часть. И без них мы не сможем получить доступ к личным данным пользователям или функционалу телефона. И они являются обязательными. Какие бывают различия между Android и iOS системами? Самое главное различие в том, что iOS всегда придерживалась логики, то разрешение должно быть запрошено в момент первого использования функции. То есть непосредственно, когда пользователь хочет воспользоваться каким-то функционалом приложения, именно в этот момент мы запрашиваем разрешение. На Android часть разрешений может быть получено еще в момент установки приложения. Но позже, в более поздних версиях Android они также пришли к той же логике, как и на iOS, что разрешение может запрашиваться в момент первого использования функции. Какие бывают разрешения? В iOS и Android приложениях есть разные виды разрешений, но в целом их можно свести к следующим группам. То есть это доступ к устройству, это физические функции телефона, такие как камера, микрофон, блютуз, разные сенсоры. Разрешение на доступ к данным пользователя. Это весь контент, который был сгенерирован пользователем. То есть это фото, видео, сообщение, контакты. Доступ к местоположению, разрешение на отправку уведомлений, разрешение на доступ к данным о здоровье и фитнес, разрешение на работе в фоне. Также из последних дополнений в гейтлайнах было то, что если мы хотим использовать данные пользователя в рекламных целях, нам тоже нужно на это разрешение. Но в целом можно руководствоваться той логикой, что если мы хотим использовать какой-то функционал телефона или получить доступ к личным данным пользователя, нам для этого нужно запрашивать разрешение. Также важный момент, что когда вы работаете с новым приложением, то нужно заходить в гейтлайны и просматривать информацию, потому что время от времени выходят обновления, появляются новые требования, и нужно следить за этим, чтобы соответствовать всем требованиям и не нарушать правила. В целом мы закончили вступительной частью, мы поговорили, что такое permission, какие они бывают, для чего нужны, и переходим более практичной частью. И самый частый паттерн, который на сегодня можно встретить, это когда после установки приложения пользователю вываливаются сразу все запросы на разрешение, то есть это там доступ к блютузу, к микрофону, геолокации, на отправку уведомлений и так далее. И это является не самым лучшим паттерном, потому что цель пользователя после установки приложения как можно быстрее начать пользоваться функционалом. Мы можем рассмотреть на примере Lime, это приложение по аренде самокатов и велосипедов, и мы видим, что после установки приложения пользователя ждет регистрация, предоставление всех permission, соглашение с политикой конфиденциальности, онбординг ему нужно пройти, то есть путь пользователя становится очень длинным. И в наших интересах как бы облегчить жизнь пользователю, и таким образом мы повысим лояльность пользователя как к самому приложению, так и к нам. Что делать? Как лучше работать с permission? Как я и говорил, лучше запрашивать разрешение непосредственно в момент использования функции. Таким образом пользователю будет более понятно и более логично для него выглядеть, зачем и для чего мы запрашиваем конкретное разрешение. Мы можем посмотреть на пример Google карт, у них есть функция Live View, это навигация в реальном времени, и для работы этой функции им необходим доступ к нашей камере. И они запрашивают разрешение только в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку Live View. Таким образом мы понимаем, для чего им нужно это разрешение, и больше вероятность, что мы его предоставим. Но это не единственный возможный паттерн, то есть если мы возьмем в пример Glovo, то мы видим, что там первым, вторым экраном они сразу же запрашивают разрешение на доступ к геолокации. И в целом это тоже нормально, потому что конкретно в этом случае это является критически важным для работы их приложения, так как в Glovo все завязано на работу с геолокацией. То есть они видят, где мы находимся, они показывают нам, какие магазины рядом находятся, и откуда мы можем, где мы можем купить продукты, и откуда их могут доставить. И еще тут важный момент, что даже если пользователь все равно не предоставит нам доступ, то приложение не должно на этом сломаться, выкинуть пользователя, и на этом его путь закончится. То есть мы должны пропустить его дальше, но мы можем его предупредить, что это критически важное разрешение, и у пользователя будет ограничен некоторый функционал в приложении. Так как нам все-таки увеличить шансы того, что пользователь предоставит нам разрешение. В этом случае лучше использовать pre-alert screen. Это такой экран, где мы простым и понятным языком объясняем пользователю, для чего мы просим это разрешение, почему оно важно, и как мы будем его использовать, и что пользователь от этого получит. Мы можем взять пример с Instagram, то есть когда мы хотим первый раз загрузить Stories, мы не сразу видим системный поп-ап с разрешением, а тот самый pre-alert screen, где нам объясняется, что нам нужен доступ к камере, к микрофону, и как конкретно мы будем его использовать, что получит пользователь, то есть мы ему объясняем логику запроса. Но нужно понимать, что сам pre-alert screen не может заменить системный поп-ап, то есть сам системный поп-ап является обязательным. pre-alert screen это просто такой экран, где мы можем более развернуто и простым языком пользователю объяснить цель нашего запроса. Так как сам системный поп-ап, к его дизайну есть требования, и он должен выглядеть определенным образом. То есть если мы посмотрим на анатомию этого окна, то в заголовке мы можем менять только название приложения. Сам заголовок, он стандартный, мы не можем менять. Описание в целом мы можем менять как нам хочется, но есть требования, чтобы там объяснялось подробности запроса и для чего он нужен. И сами кнопки, тоже нельзя менять их расположение, текст, но по количеству кнопок, то есть они тоже являются стандартными. Помимо этого есть еще ряд других ограничений к виду системного окна. То есть мы не можем подкупать пользователя и предлагать ему денежное вознаграждение за предоставление доступа. Мы не можем вводить заблуждение или предлагать уникальные возможности или функционал за предоставление доступа пользователям. Мы не можем показывать изображение самого системного окна отдельно какой-то кнопкой, чтобы он согласился и предоставил нам доступ. И нельзя указывать там на правильный ответ или как было на предыдущем скрине, обводить правильный ответ в системном окне. Но что делать, если пользователь все-таки не предоставил нам доступ? В таком случае мы не можем повторно запросить разрешение. Мы только можем перенаправить пользователя в настройки, то есть объяснить ему, почему это разрешение важно и отправить его в настройки. И там ему уже вручную придется предоставить этот доступ. Именно поэтому важно приложить усилия к тому, чтобы пользователь сразу дал свое согласие на использование его данных или функционала телефона. Потому что при отказе его путь будет в разы длиннее и сложнее. Также хочу обратить ваше внимание то, что мы можем работать со стейтами и давать визуальный фидбэк юзеру в зависимости от его настроек. То есть если мы посмотрим на те же Google-карты, для работы с ними нам необходим доступ к геолокации. И вот эта иконка отвечает и показывает нам, какие настройки пользователя. То есть если, например, геолокация отключена, иконка имеет такой вот вид и при нажатии на нее приложение попросит нас включить данные. Если пользователь еще не дал свое разрешение или отклонил его ранее, то иконка будет выглядеть уже следующим образом. И при нажатии на нее или мы увидим системный попап с запросом на разрешение, или если он раньше уже отклонил, то будет этот вот флоу, когда мы отправляем пользователя в настройки. Вот, в целом это все, что я подготовил в данном докладе. Надеюсь, вам была интересна и полезна эта информация. Большое спасибо, что слушали. В конце я оставляю пару ссылок на UI-киты от Apple и Material Design, где вы сможете найти системные окна разрешений и использовать их своим дизайном. Большое спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok